В большой семье не соскучишься. Кстати, есть семьи, в которых детей не 5, не 10 и даже не 15. Известен случай, когда у одной американской семьи появилось на свет 19 детей. Причем всех своих детей они называют именами, начинающимися на букву «Джей». Этот рекорд был побит ирландцами. У известного пивовара Артура Гиннеса и его супруги Оливии был 21 ребенок. 10 их детей дожили до зрелого возраста, и трое из них стали продолжателями дела отца. Свой след в истории оставила и семья из России. Супруга шуйского, крестьянина Федора Васильева, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая многодетная мать. Она родила 69 детей, 16 пар близнецов, 7 троин и 4 четверни. Вторая жена Федора после смерти первой родила ему еще 18 детей. В итоге Федор Васильев стал отцом 87 детей. Вот это богатырь. Но родить мало, надо еще хорошо воспитать. Чем, например, герои нашего следующего сюжета. Они дружны и даже спортом вместе занимаются. У них своя мини-футбольная команда. А вот маму-героиню Любовь Сдовкину накануне наградили медалью за хорошее воспитание ребятишек. Так значит, вот к этой семье ездила наша коллега Светлана Козловская. Именно. Смотрим. Эта семья зарождалась забавного случая. Как рассказывают дети, однажды папа подарил маме торт. А та в ответ сказала, какой красивый мужчина. С тех пор супруги Вдовкины вместе. Уже 16 лет. И воспитали они пятерых сыновей и одну дочку. Когда мы начинали, в принципе, даже совместную жизнь было трудно, потому что жили мы в общежитии студенческом. Было тяжело, было трудно. Ну, как-то с Божьей помощью справлялись со всеми этими трудностями. В просторный дом переехали всего полгода назад. До этого ютились в однокомнатной квартире. Глава большой семьи убежден. Лучшие инвестиции, которые может создать человек в своей жизни, это дети. Сколько есть детей, всех мы принимаем. И все наши, все желанные, все любимые. И я считаю, что все в этой жизни проходящее, что останется после нас, так это наше наследие, наши дети. А наследие в этой семье достойное. Каждый ребенок – музыкант. Почти все играют на инструментах, а младшие решили подарить маме на ее праздник песню. Семилетняя Катя признается, иметь старших братьев не так-то просто. Шалить с ними нельзя, да и командовать ими тоже. На 8 марта что братьям дарят? Мне ничего. Почему? Не знаю. Это я им дарю. А что ты даришь? Открытки, всякие поделки. Кроме талантов в искусстве, семья еще и спортивная. Постоянно устраивают у себя дома теннисные турниры. И не только. Каждый вечер семья Вдовкиных проводит в этой комнате. Здесь они играют в настоящий мини-футбол, причем в полном составе. А иногда коротают вечера в гараже, где один из сыновей уже дважды собирал и разбирал свой скутер. Просто мечтает стать гонщиком. Еще одно любимое занятие детей – совместный поход в кафе по воскресеньям. Ну а родители признаются, шестеро детей в их семье – это еще не предел. Светлана Козловская, Андрей Лагунов, Сибинформбюро.